Прежде всего, хотел бы услышать от вас объективную оценку работы Министерства промышленности за текущий период и что мы будем видеть по окончанию этого года с учетом тех бандитских действий в отношении Беларуси со стороны западных отдельных наших партнеров. Меня интересует не только производство, естественно, экспорт этой валюты, складские запасы, но прежде всего финансы. Как, чем дышит промышленное предприятие, которое ходит в сферу вашей деятельности. Вы побывали в нескольких странах, на выставках, провели переговоры. Какова у нас здесь ситуация, особенно на африканском рынке, который мы стали осваивать, начали осваивать давно. С Путиным мы договаривались о том, что нам крайне необходимо развивать предприятия микроэлектроники. Какова здесь у нас ситуация. Слава Богу, мы сохранили эти предприятия. Но, естественно, нам следует в этом отношении более интенсивно развиваться, добавлять, для того, чтобы выйти на конкурентный уровень с теми, кто сегодня в мире музыку заказывает. Ну и отдельно, какие проблемы у нас в России по муниципальным закупкам, по закупкам для госнужд. Есть ли проблемы еще у нас, которые надо решать в промышленности. Ну и как себя ведут российские наши коллеги после наших договоренностей и на уровне президента, и правительства. Вот комплекс вопросов. Может, у вас еще дополнительно будут какие-то вопросы. Но хочу сказать, что мы просто не имеем права падать. Надо удержаться на этом уровне, чего бы нам не стоило. Я знаю, вы в правительстве приняли ряд решений по минимизации воздействия на экономику санкций Запада. Но посмотрите на своих сотрудников на предприятиях. У меня есть информация, что мерзавцы у несколько там еще кое-где остались. И они ставят перед собой целью проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции. Ну, шпионят фактически и сдают информацию туда. Нескольких мы выявили. Сядут и надолго. Это я прямо говорю. Но, тем не менее, мы их должны видеть. Я говорю, единицы, но еще остались. И это не просто люди, которые высказывают свою гражданскую позицию. Это люди, которые осознанно за деньги спецслужб Запада вредят нашей экономике, а равно нашему государству. На это обратите особое внимание директоров и сами смотрите за этим процессом.